Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» Я и ведущий священник Сергий Рыбаков «Христос воскресе!» Мы две передачи выясняем Тему Проясняем ответ на вопрос Как выстраивать диалог С современным подростком Что современному подростку интересно Мы уже как бы определились Или что может быть ему интересно А вот как поговорить нам О темах извечных На том материале, в котором Подросток разбирается Мы пытаемся разобраться с нашим гостем С директором некоммерческого фонда Детский и прихиальный образовательный центр С отцом Дионисием Левиным Здравствуйте, батюшка Здравствуйте В прошлый раз мы попытались Через экранизацию Через произведение «Властелин колец» И его экранизацию Поговорить о христианских мотивах И ну как-то их Понятно, что мы их не можем Скрыть полновесно Много Потому что на эту тему На самом деле написаны там Книг И читаются огромное количество Лекций на эту тему Вот Мы единственное только лишь обозначили Что это действительно Важно учитывать Когда ты смотришь этот фильм Что снят он по книге Которую написал Христианский богослов Хоть и римо-католической Направленности Но все-таки христианин И все-таки богослов И мы говорили Ну так, опять же, очень вскользь И большими широкими такими мазками Поговорили о том Как зашифровано Может быть Евангелие В частности, сказали о календаре Похода Властелина Колес Что начинается он 25 декабря Что для католиков является Рождеством Заканчивается 25 марта Я Заинтриговал в конце прошлой встречи Поэтому я уж прошу прощения За долгую вводную Я бы вот все-таки хотел сказать Что В этом смысле Вот У нас небольшое такое Несогласие Это выстроилось Что Льюис для вас более талантливый Богослов Для меня Толкин Но как бы Я бы не стал их вообще сопоставлять И стравливать Они были друзьями И писал каждый из них Так, как видел Так, как слышал Так, как мог Но Для меня всегда Верхом определенного таланта Является Когда человек Может говорить О каких-то очень Высоких Сущностно важных вещах Не в лоб То есть Стал вопрос Был ли бог У Толкина Вот Мы выяснили Что у Льюиса Там прям Не надо Гадалки ходить Там все понятно Да Под львом Который И воскресает В первой части Умирая Воскресая Да Который Себя отдает На закланье И так далее И так далее Там явно Прочитывается Конечно Метафора Христа Толкин же Вот О какой-то Очень Вот Для него Важной И высокой теме Как для христианина Не рискует Говорить Такими Влобьющими Метафорами И он Не персонифицирует Бога В своем Произведении Но Трем Очень важным Героям Опять же Подчеркивает Троичность Он Трех Важных Героев Наделяет Сущностными Функциями Или Какими-то Такими Очень Сущностными Характеристиками Христа Это Гендальф В частности Самый Такой Наверное Бьющий В лоб Может быть Образ Это как раз Когда Гендальф Понимая Что Никто Кроме Него Не сможет Победить Этого Дьявола С рогами И так далее Он Жертвует Собой И тем самым Проваливается До самого Ада И обновляется И обновляется И очень многими Кстати говоря Здесь прочитывается Такая Аллюзия На Преображение Господне Потому что Является он На горе Является Трем Арагорну Гимли И Леголасу И когда Он снимает Себя Эту ветхую Одежду И бьющий Свет Это в книге Особо подчеркивается Когда Гимли Аж Прищурился И Упал на лицо Да Как Собственно Мы читаем Касательно Трех учеников Но это Было бы тогда Уже Как раз Слишком Ну Такое Очевидное Прочтение Несвойственное Толкину Поэтому Это лишь Один из эпизодов Но оно Есть Оно присутствует Наконец Арагорн В личности которого Подчеркивается Царственность Христа И Тоже было Очень интересно Замечено Это Не наши Неотечественные Исследователи Это исследователи Собственно Англоязычные Которые говорят о том Что интересно Ведь Арагорн Как Царственное Царственный Потомок При этом Не принятый Собственно В своем царстве Вот Он ходит Как странник И защищает Более слабых Идет Совершенно Отринутым Да То есть Как бы Отвергнутым Это какие-то Такие Даже Их никто Не учитывает И не берет В расчет Это хоббиты Какие-то Да В преддверии Шира Там и так далее Ну и собственно Момент Где он идет К Вот этим вот Проклятым Мертвецам Мертвецам Которых он же Потом Властью ему Данную Да Вызывает Вызывает И потом отпускает Освобождая их От проклятия От этой клятвы И вот Третий персонаж Это Фродо Да Которым Вы тоже сказали По конце предыдущей нашей встречи Что он для вас Неоднозначен Но я просто встречал И мне кажется Это очень интересным И занятным Таким Замечанием Что Фродо Надевающий на себя Надевающий на себя Это кольцо В сущности Взваливает на себя Крест Человеческого греха И Никто Кроме него Это не может донести И даже Вот эта вот Аллюзия Когда Незадолго До вхождения В роковую Гору Сэм Поднимает Фродо В фильме Это Не бойтесь Господин Фродо Я не могу Нести кольцо За вас Но я могу Нести вас Здесь очень такая Отсылка К Симону Кириньянину Который Несет крест Христов Поднимает Крест Христов То есть На самом деле Все Пронизано Понятно Что мы Сейчас Ввиду Очень Маленького Количества Времени Нашей Встречи Не можем Говорить Об этом Обо всем Очень Долго Пространно И так далее Но сегодня Мы захотели Встретиться И поговорить О теме Покаяния Как одной Из тем Властелина колец Тема греха Тема страсти Тема покаяния Вот теперь Я опять Надеваю на себя Личину подростка Слабо Соображающего Вот в этих Вещах Еще пока Да То есть Еще Находящегося В стадии Становления Что Сущностно Важного Из Властелина колец Вы мне можете Рассказать Про покаяние Вот На примерах На образах Которые Толкин Как богослов Как христианин Подчеркивает Сейчас Я постараюсь Ответить Но Прежде Вот К зрителям Обращусь Если Кто-то Не смотрел Или не читал Внимание Спойлер Это Вот Все наши Передачи Это спойлеры Но они такие Они хорошие Они полезные Мне кажется Те люди Которые ни разу Не смотрели И не читали Смотреть и читать Будут только С большим интересом Посмотрев нашу передачу Поэтому Не бойтесь Смотрите И потом Смотрите и читайте И второе Может быть И к собратьям И к педагогам И к родителям Да Особенно родителям Воцерковленным Верующим Да Властелин колец Католическое Богословие В этом случае Это все на пользу Это все на пользу То есть Это когда мы Как древние христиане Берем в руки Не нами созданную Философию И используем ее На благо Потому что Вот посмотрите Здесь Христос И здесь то же самое Не Нашими богословами Это создавалось Не русский Это кинематограф Но мы это берем И используем Смотрите Вот как это работает Это помогает Молодым ребятам Взяться за голову И просто Для себя Какие-то вещи Понять намного лучше Чем мы бы там Бились Что-то пытались Им объяснить Ну а Фродо И тема покаяния Кстати Про образ Христа Ведь В итоге У всех трех персонажей Которые вы Перечислили Толкин Сначала дает им Какие-то Сущностные Характеристики Христа А потом забирает Взять того же Фродо Он не справляется То есть все-таки Если бы Это был Христос Да Вот Толкин бы Вложил в него Да Потому что Наверное Это наибольшее Нет еще раз Я прошу прощения Что перебью Он не пытается Показать Христа Он как раз Я подчеркиваю Это да То есть я просто Добавляю Что да В итоге-то Фродо Не справляется Христос Справился А Фродо Не справляется И в этом мы видим Все-таки Человека Вот Хотя наверное Из этих трех персонажей Фродо ближе всего К образу Христа И может быть в книге Потому что В экранизации Ближе всего Арагорн Он чисто внешний Да То есть если мы берем Такую картинку Какую-нибудь Из протестантской Классики Где изображен Христос Вот это вот Осписанный Арагорн И играет он Конечно Потрясающе Ну а если вернуться К теме покаяния Ну вообще Весь этот путь Фродо Да То есть если у Христа Это путь Креста То здесь еще добавляется Путь покаяния Причем покаяния Не его личного Он вообще Предстает изначально Таким безгрешным персонажем По большому счету Да С самого начала Мы видим Ну какие там грехи У него можно перечислить Да Его личные какие-то Недостатки Ну Это вот так В глаза не бросается Да Плюс еще постоянно Идет отсылка Что там Вы не видели полуросликов Вы могли бы их Перепутать с детьми Да Да То есть тема детства Тема такая Наивности Тема доброты Частоты Вот В чем у него здесь покаяние Да Вот Где оно у него И за кого это покаяние Да Мы Видим Тему прощения Вот Мне кажется Эта тема Намного Так ярче Проглядывать По крайней мере В фильме точно В взаимоотношениях Фрода Его спутника Да Сэма И Вот этого персонажа Да Голума Который В фильме Показан кстати Очень удачно На мой взгляд Его раздирающие Внутри противоречия И вот у него Вроде бы То просыпается Это покаяние То оно исчезает И в нем Начинается Вот эта внутренняя борьба Которая есть У любого человека Любой человек Внутри борется И Любой ребенок Внутри себя Испытывает эту борьбу И Мы видим Как реагирует Сэм И как реагирует Фрода Сэм Который у меня лично По крайней мере По кино Сейчас меня забросают Камнями Но вызывает намного больше Симпатий С точки зрения Человеческой Да Персонажа героического Чем Фрода Который То в болото рухнет То зависнет Вот Когда Сэм не несет Кольцо Когда от него требуется Да Но Сэм не несет Кольцо И в итоге Фрода Даже неся кольцо Даже испытывая На себе Огромную Вот эту вот Груз Борьбы Противоречий И страхов И Соблазнов Оказывается Способным На прощение На которое Не оказывается Способным Сэм Вроде бы Такой Простодушный Толстячок И Всегда вовремя Приходящий На помощь Своему Господину Именно Фрода Пытается Искупить Не искупить Но уж простить Точно Грех Голому Вот этого персонажа Который Которого Поработило Кольцо Который превратился Просто в клубок Этой Злобой Просыпающейся И мы видим Вдруг Как в нем Начинает просыпаться Добрая сторона Он вспоминает Своё первоначальное имя Которое он забыл Уже совсем И в итоге В фильме Это тоже показано Хорошо Именно благодаря Ему Что он последовал За Фродой Что он был Фактически Прощен Да Фродо Простил его Ему Вот этот вот Грех Даже не против него Совершенный Кольцо Достигает Лавы Да Когда Фродо Не справляется Да Когда он Вот кстати говоря Одевает это кольцо И он Откусывает ему палец И падает Вместе с этим Откусанным пальцем И кольцом Вот в эту вот Пропасть Да Интересный момент Что режиссер Большинство конечно Диалогов важных Богословских Мы можем говорить Богословских диалогов Которые есть в книге Он их конечно убирает Их там нет Но он оставляет И мне кажется Он как раз Это почувствовал Что это является Ну некой Сердцевиной Вообще всего Произведения Диалог Фродо И Гендальфа Когда они Значит сидят Сейчас я плохо помню По-моему Они сидят Перед Вратами Вот в этом Гномье Ущелье Гномье Эти Господи Вылетело с головы Ну Копи Копи Господи И значит Фродо видит Что за ними Следует Нечто Да И Гендальф Говорит Это Голум Он идет с нами От самого По-моему От Ривенделла Или откуда-то Вот Следует за нами И Фродо Значит Допускает Ту же самую Неуклюжесть Которую допускает Сэм Ах жалко Что мой дядя Бильбо Не убил Эту бразь Вот тогда Когда он Собственно С ним впервые Встретился И дальше Гениальные слова Которые могут Дать нам Собственно Понимание Темы прощения Темы покаяния Что Гендальф Говорит Жалость Да Именно жалость Но именно жалость Позволила Уцелеть Бильбо При соприкосновении С кольцом И не дала ему Превратиться В такого же Голума И больше того Тебе скажу Что Если ты Не можешь Вызывать Из Мертвых Существ То не торопись Обрекать На смерть То есть Многие из тех Кто сейчас живут Достойны смерти И многие из тех Кто сейчас мертв Достойны жизни Ты не можешь Преодолеть смерть Тогда не стремись На нее Обрекать Других И Фродо Именно эти слова Будет вспоминать В течение похода С Голумом Он постоянно Его прощает Он постоянно К нему Испытывает Жалость Он постоянно Дарует ему Некоторое Снисхождение Он дает ему шанс Да И оставляет Останавливает Сэма Когда тот Над ним Измывается И издевается И это тоже Мне кажется Очень такая вещь Понятная И Ну Важная Для мира детей Для мира подростков Во-первых Нам всегда Господь дает шанс Всегда Вот пока мы живы У нас есть шанс На то чтобы спастись И справиться Изменить любую ситуацию То есть Нету ситуации Которая Была бы Абсолютно Без шансов Да Как говорится Нет Всегда тебе Это будет дано Богом Ты всегда Можешь рассчитывать На прощение На прощение близких На прощение родных На прощение друзей И Второе Да Что Вот этот вот Образ Измывающегося Над Может быть Кажущимся Ничтожным Да Это Ну Образ Такой Недостойный Это не образ Для подражания Это Не то Чему нужно следовать Потому что Ведь В какой-то момент У Фродо Тоже может возникнуть Соблазн Зло Пошудить Над головом Где-то Подпинуть Да Где-то его Он же К нему как относится Хозяин Да Он присмыкается Перед ним Проявляет слабость Проявляет Ну Он жалок Он ничтожен В этом образе И Сэм пользуется этим А Фродо Показывает Он как бы Вытаскивает голову На свой уровень Что ты не ничтожество Ты такой же Как и я А я могу стать Таким же Как ты В какой-то момент Вот И вот это вот Ну То что Мне кажется Полезно Понимать Ребятам Которые В школе Сталкиваются Порой С аналогичными Ситуациями Вот По крайней мере Я бы очень Обратил внимание Подростков Вот в выстраивании Диалога Вот на эти Вот моменты Что Порой Проявление Доброты Любви Пусть Жалости К человеку Оно способно Его преобразить Оно способно Из гадкого Утенка Сделать Лебедя Но это уже Другая сказка Вот Ну вот А еще Тема Того Как Преображает Человека Само прощение Потому что Жалость Любовь Там Это понятно А Там тоже Очень интересный Момент Есть В письмах Толкина Опять же К кому-то Я сейчас Не помню К кому По-моему К Льюису Опять же Где он Пытается Ну в том числе Написать Некий Комментарий К тому Что он написал К Волоселину колец Он пишет О том Что Ах если бы И в этом Кстати удивительности Этого произведения Именно вот Печатного Именно книги Что мы видим Как автор Как будто бы Не В полной мере Власти Над своими героями Ну это же об этом говорят Все Выдающиеся авторы Они говорят Что с какого-то момента Герой начинает Жимать самостоятельно Я может и хотел бы Но уже не могу Он сам живет И вот он пишет Что ах если бы Не было вот этого Неуклюжего Потому что Это такой момент Когда Фродо поворачивается Голум И говорит Ты же не Голум Ты же Смеогол Ты же был таким же Как и я Хоббитом И вот в книге Это особенно прописано И вдруг Глаза наполнились Тихим светом У этого Хоббита И перед ними Предстал Изможденный Старик Изможденный Вот этой борьбой С грехом Со своими страстями И так далее Но тут же Сэм Своим неуклюжим Каким-то словом Берет И говорит Да он нас Убьет Когда мы будем Спать И так далее И тут же Этот тихий Огонек Гаснет И вспыхивает Паучий Колкий Огонь Голум Ну это кстати В фильме Очень хорошо Показано Очень хорошо Вот благодаря Вот этой вот игре Я кстати Так до конца И не понял Это чисто Компьютерная графика Ну не почитал Тоже надо посмотреть Или же все-таки Кто-то там В основе был И вокруг это было Да То есть Играл Играл ли кто-то Голум Да Или же это чисто Компьютерная графика Я к своему стыду Не посмотрел Но посмотрю обязательно Это показано В фильме Показано очень хорошо Это видно Это прям считывается Да что Сэм Вот он Своей вот этой Он не понимает Он не понимает Вот может быть то Что абсолютно Выводит Фродо На другой уровень Среди персонажей Это Вот это какое-то Внутреннее Может быть интуитивное Не от разума А от сердца От чистоты сердца Понимание Смысла прощения Что оно преображает Человека Оно его совершенно Может вернуть К нормальной жизни И Фродо не теряет Надежды на это Да То Толкин-то как раз В письме пишет Ах если бы это Не было этого Неуклюжего Желания помочь Фродо Со стороны Сэма Может быть Голум бы Условно говоря Довел бы их До Роковой горы И сам бы Бросил это кольцо Да Но получается Развитие истории Такое Какое мы Собственно говоря Знаем А если говорить Я понимаю Что там Подростки Не очень любят Тему греха Потому что Это как будто бы Это тяжелая тема Для них Они постоянно чувствуют себя виноватыми Вот Они не хотят Это чувствовать Что Сущностно важного Из вот этой истории Про властелин колец Понятно что Кольцо в данном случае Является Такой Таким Собирательным образом Всего Страшного Страстного Греховного Ужасного И так далее Вот на примере Этого кольца Что мы можем Как мы можем Ну не знаю Разъяснить подростку Природу греха В принципе По Евангельским Словам Что В том числе По евангельским Словам Что природа греха Она приходит Не извне Что она Гнездится у нас В самих Внутри И поэтому Вот это вот Бьющаяся С темой греха Тема постоянной Вины Которую подростки Не хотят испытывать И это понятно Это нормально Вот Она должна Просто Вот в сознании Мне кажется В этом наша задача Трансформироваться То есть Ты не виновен Постоянно Да То есть нет Какой-то постоянно Давлеющий от тобой Вины Что ты Если христианин То ты должен Постоянно каяться Постоянно чувствовать Вину Постоянно вот В чем-то чувствовать Себя там Ущемленным Или виноватым Потому что Это действительно Очень сложно Для взрослого Порой сложно Бывает Для подростка Тем более Вот Ты Скорее Не должен Испытывать Не постоянное Чувство вины А должен Испытывать Постоянную Бодрость Духа Постоянное Желание Быть на страже Самого себя Своих Движений Внутренних Желаний Помыслов Потому что Только оттуда Все это исходит И если ты будешь Как стражник Бдеть Над всем этим И не давать Просочиться В какой-то момент Кстати Таким стражником Для Фродо Становится Сэм Он начинает Бдеть за ним Он говорит ему Ты не ел Ты не спишь Он его отдергивает Когда Фродо Зависает Это фильм Прямо тоже Очень хорошо показано Когда Фродо Зависать начинает И ему приходят Эти видения Эти страсти Когда у него Глаза у самого Начинают загораться Таким тяжелым взглядом На это кольцо И Сэм ему говорит Что ты постоянно Гладишь это кольцо Ты ставишь Оно начинает То есть Изнутри тебя Начинает это выходить Через наружу Через движения Через глаза Через поступки Вот Мне кажется Кстати Очень красиво Бильбо о себе Говорит Когда он передает Это кольцо Что Я Я истончен Я чувствую себя Как слишком маленький Кусок масла Размарзанный По слишком большому Куску хлеба Да Фродо начинает Истончаться И вот Мы видим Природу этого греха Что она Выходит Изнутри Что даже У фактически Безгрешного человека Это кстати Другая сторона Подросткового мира Когда я не вижу С собой грехов Да То есть Я там Да не курю Не матерюсь Особо Может быть Сильно Тем более Не убиваю Вроде не краду То есть Где вот он Грех Да Даже у Фактически Безгрешного Фродо Такого чистого И наивного Вдруг внутри Появляется Вот это И злость И какой-то Гнев И все вот это И вот Грех он приходит Не снаружи Никто не виноват В наших грехах Ни родители Ни учителя Потому что Потому что Это тоже Тема Подросткового мира Все вокруг Виноваты Меня Порой Там Плохие Учителя Плохие Друзья Ужасные Обстоятельства Я загруженный Я там Задавленный И поэтому Я вот такой Нет Это все не снаружи Это все изнутри Снаружи обстоятельства Да Это действительно Но Грех Злоба Все это Внутри нас И поэтому Христос Евангелие Говорит Что не то Что приходит Извне Сквернет Человека Все это Проглатывается И уходит Изнутри То что в нас Есть Уже в нас Есть Вот это Сквернет Человек И вот здесь Нужно быть Всегда на страже Вот здесь Всегда нужно Караулить Свои мысли Желания Какие-то Какую-то Тягу Чтобы она Не переросла В нечто Большее И в этом Смысле Мне кажется Лучше Бы Проследить Эту Тему Тему Опять же Падения Греховного падения Греховных страстей А страсть Здесь тоже Очень важно Проговорить Мне кажется Что это Некий грех В его Уровне Супер То есть Это когда Доведена Ситуация До такой Степени Что уже Не ты Являешься Актором Действия То есть Ты действуешь А уже Над тобой Совершается Действие Когда кольцо Тебе говорит Там Одень Когда кольцо Смотрит На тебя Когда Оно Вглядывается В меня Говорит Фродор В этом Смысле Персонажем Другого Уровня Меньшем Меньшего Уровня Является Прекрасная Иллюстрация Это Боромир Который Тоже Периодически Это кольцо Завладевает Во время Похода При выходе Из Ривенделла Он практически Сразу Уже Хочет Сорвать Это кольцо Взять его Отнести В Гондор И вот Тема покаяния И здесь Очень Красиво Она Показана Давайте Буквально В три минуты Потому что Заканчивается И время Сегодняшней Нашей встречи Ну да Вот тема покаяния Как она показана Здесь И что оно дарует Каковы дары покаяния Подлинного Настоящего Бессмертия В случае с Боромиром Это абсолютно Прям красиво Показано в фильме То есть Он Проходит эту стадию Сначала Соблазна Потом Он проходит Стадию Вот этой вот Страсти Влечения Когда уже Он не отдает Себя Черт что он делает Он Бессознально Фактически Вводит Фрода От других И после этого Начинает Открываться Перед ним Фактически Нападая на него Вот А Фрода Ну здесь Такой симбиоз И в разумлении Он пытается Да ему пояснить Что это тебе Не дано Что я могу Только нести Это кольцо Да Этот крест Лежит на мне Не надо брать Мой крест Кстати Эта тема Тоже Богатство Власти Вообще Возможности Да Многие подростки Очень сильно Стремятся быть Известными Популярными Суперзвездами Там Обладать Это же крест Это же не только Определенный статус Или имидж Или образ Это еще и крест И здесь это тоже Очень сильно бьется То есть кольцо Это не только власть Это огромный Тяжелейший крест Который берет На Сяфроду Он говорит Ты с ним не справишься Этот крест дан мне Он пытается его вразумить С другой стороны Он Как Господь на кресте Прощает Фактически Убивающего его Бормир Приступает К нему Для того Чтобы забрать Это кольцо Мы не видим У Фрода Ни злости Ни агрессии Мы не видим У Фрода Ни какого-то Проклятия В адрес Предающего Его друга Он фактически В этот момент Прощает его И через вот этот Симбиоз Вразумление Прощение Ну и плюс Течение обстоятельств Которые там Начинают происходить Бормир погибает Погибает в битве Защищая Фрода То есть фактически Он все-таки Но он не Фрода защищает Он защищает Пипина И Господи Четвертый Фрода-то с Сэмом Убежали Ну да Он защищает Других Защищает Друзей Полуросликов Защищает Полуросликов Защищает друзей Защищает Их компанию Совместную Можно так сказать В общем То есть Ну я Лично в этом Вижу Вот Ну такой Такой шаг В бессмертии Потому что Потом Это тоже будет Прочитано Когда Придут к его отцу Вот И О нем будут Помнить О нем будут говорить О нем будет говорить Его брат Вот О нем будет помнить Его отец О нем будут помнить Его друзья И помнить о нем Только хорошее То есть Вот мне кажется То что Вот эта ситуация Все-таки переломится Она даст Бору миру Возможность Войти вот в это Бессмертие Отче Спасибо За содержательный диалог К сожалению На сегодня Тоже время Нашего Нашей передачи Нашего эфира Подходит к концу Ну что тут скажешь Мы можем только Сказать Читайте книги Смотрите Хорошее кино И самое главное Не выключайте голову Помните Что голова Не только для того Чтобы в нее есть Даже если это Вкусный попкорн В кинозале Размышляйте Думайте И пусть Замечательные фильмы Замечательные книги Даруют вам Новое удивление И новое открытие Храни всех вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok